Привет всем дорогие друзья! Некоторое время назад я высвободил видео относительно демонических птиц. Сегодня хочу высвободить видео относительно демонических рыб и не только. И не только. Потому что не все рыбы они демонические и не все они такие плохие. Вообще, мое самое любимое хобби это рыбалка. Вот поэтому я немножко знаю о рыбах. Буквально немножко. Конечно, я не могу себя сравнивать с таким профессионалом и адептом, как мой биологический отец, физический отец, отец Григорий. Потому что он, конечно, помазан на это дело. И многие уже, как говорится, переживали его способности в этой сфере. Поэтому давайте рассмотрим тему рыб, духовных рыб. Что мы оттуда можем почерпнуть, что мы оттуда можем взять из Слова Божьего. Прежде всего, я хочу прочесть тему, хочу прочесть относительно темы в книге «Бытие». Первая глава. С 20 стиха. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую. И птицы, да полетят над землею по тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их. И всякую птицу, пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте воды в морях. И птицы, да размножаются на земле. И был вечер, и было утро. День пятый. И потом 24 стих. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их. Что мы видим? Что Бог говорит в воде. В воде, как среде обитания, чтобы она произвела. Что произвела вода. Мы видим, что вода произвела птиц и рыб. Мы видим, что Бог сотворил вначале птиц и рыб, перед тем, как Он сотворил наземных животных. Конечно, морские обитатели должны были плодиться и размножаться в воде, но птицы должны были плодиться и размножаться на земле. Вода, как среда обитания, высвобождает рыб и птиц. То есть, плавающих и летающих. Плавающих и летающих. Что из себя в общем представляет вода. Вода имеет различное значение. Вода также часто имеет духовное значение. То есть, вода, как мы будем рассматривать ее здесь, имеет духовное измерение. Мы говорим, что есть физические воды и есть духовные воды. Мы уже говорили об этом раньше. Также вода символизирует слово. Вода может символизировать духовное течение, движение, духа. Вода может символизировать движение и течение Божьего Духа Святого. Вода может символизировать и сигнализировать движение небожьего Духа. Мы видим, что Левиафан, как дракон тьмы, он плавает в определенных водах, и он бороздит воды и оставляет шлейф, оставляет результат своего движения, как бы пенищийся шлейф в этих водах. То есть мы понимаем, что это не говорится о физическом животном, может когда-то было такое физическое животное, и может оно есть сейчас, но мы говорим о духовной личности, которая бороздит определенное духовное водное пространство. Поэтому рыбы есть физические, обитающие в физической воде, есть духовные измерения, рыб, которые обитают в духовных водах. Вода это был как бы духовный источник, это была матрица, из которой произошли, потому что Бог сказал в воде. Хорошо, друзья мои, рыбы также могут быть душами людей. Я сделаю вас, да, ловцами человеков. И мы знаем также, что Иисус употребляет одну из притчей царства, когда забрасывается сеть и вытаскивается разного рода рыба в этих сетях. Мы понимаем, что этого разного рода души человеческие. Рыбы могут также значить качество души человека. И потом в процессе мы посмотрим, что еще могут значить рыбы. Второзаконие, 14 глава, 10 стих. Открываю. Второзаконие, 14 глава, 10 стих. Из всех животных, давайте с 9, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перья и чешуя, не ешьте. Не чисто это для вас. Хорошо. Есть чистые рыбы. Это те рыбы, у которых есть чешуя. Есть чешуя. И также в другом месте написано, что это те, у которых есть плавники. Но не чистые рыбы, они не имеют чешуи. Что это значит? Чешуя это покров, который отделяет от среды обитания. Это определенный защитный покров. Это облачение в чешую рыбы. Если мы посмотрим на такую рыбу, как сом, к примеру, которая является нечистой рыбой по Ветхому Завету, сом, он не покрыт чешуей. Другими словами, здесь мы можем увидеть очень интересный духовный принцип, что все, что не покрыто, либо чешуей, либо перьями, оно нечисто. То есть подразумевается определенный покров на чем-то. Все, что лишено покрова, все, что обнажено, не является чистым. Мы также видим, что такие рыбы, как сомы, они падальщики. Они могут питаться рыбой и могут охотиться на рыбу и на других плавающих в воде. Но они также питаются падалью со дна и мертвичиной. Давайте также посмотрим Левитам, 11 глава, 41-42 стих. Левит 11, 41-42 стих. А какой там, может быть, 11, 41-42 стих вообще, друзья мои? Что-то я не то, наверное, записал здесь. Потому что... А, Левит, а я числа открыл. Думаю, там же нет 41-42. Левит. Здесь есть. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас. Не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах. И многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Мы посмотрим, что есть также в воде. Такие обитатели, как раки, лангусты, омары, креветки, которых мы очень любим, крабы. Они многоножные. У них больше, чем четыре ноги. У них слишком много ног. Поэтому, вообще, вот эти вот, так называемые, ползающие. Мы посмотрим другую тему насекомых. Тему насекомых рассмотрим отдельно. Ползающие вообще не являются, не пользуются, ползающие. Не пользуются в Священном Писании такой большой популярностью. И я думаю, среди людей, среди нас, они тоже не пользуются очень большой популярностью. Хотя, многие любят раков, крабов, омаров и так далее. То есть, эти личности, они тоже считаются нечистыми. Что также могут символизировать рыбы? Рыбы могут символизировать мотивы, которые глубоко сокрыты в сердце человека. Они также могут символизировать помышления и намерения сердечные. Или какие-то образы в воображении, которые глубоко сокрыты. И которые живут, которые там плавают. Мы знаем, что разные рыбы плавают на разных глубинах. Чем глубже в физическом, тем меньше света. Мы не говорим сейчас о Божьей глубине. Мы говорим сейчас о физической, соответственно, и говорим о демонической глубине. Чем глубже, тем меньше света. Холоднее и больше давления. Поэтому некоторые вещи в нас, они находятся глубоко. И они приспособились жить в глубине. Они спрятаны, они сокрыты, их не видно. Но Иисус говорит, все тайное станет явным. Это один из важных пророческих принципов, которые мы должны прежде всего учиться применять к себе. Все тайное станет явным и все сокрытое обнаружится. Пусть все тайное станет явным и сокрытое обнаружится. Я думаю, это должна быть хорошей молитвой в нашей жизни. Важной таким молитвенным провозглашением. Для чего? Чтобы мы разобрались с тем, что в глубине. Даже психологи, они понимают, что есть разные уровни сознания. И поэтому они понимают, что есть сознание, а есть какое-то такое подсознание. Подсознание. То есть что-то есть глубже в душе человеческой. И мы не называем это подсознанием в Священном Писании, потому что светильник Господень Нишама Человека. В оригинале у нас переведено Дух Человека, Руах. Там Нишама Человека. И следующее все глубины сердца. Все глубины естества. То есть мы понимаем, что наше сердце, наша душа, наше естество имеет разные глубины. И нужен светильник Божий. Нужно откровение, чтобы выявлять, проявлять тайное сокрытое и выводить это нанаружу. Для чего? Чтобы с этим разобраться. Если что-то сокрыто в глубоко, в глубине нас, и мы не знаем и не видим это, мы не можем затронуть это, и мы не можем с этим разобраться. Есть что-то, что спряталось в нас и чувствует себя в зоне недосягаемости. Поэтому нужен детектор и сканер Святого Духа, чтобы проникать и высвободить свет Божий, свет истины в эти глубины нашего естества. Увидеть и распознать, кто там живет. Господь, мы молим Тебя прямо сейчас. Пусть все тайное в нас станет явным. И пусть все сокрытое обнаружится. И пусть Святой Дух, как детектор и сканер высвободит в глубины нашего естества свой свет истины. Чтобы все в глубинах нашего естества прояснилось и стало видимо через этот свет. Чтобы мы могли увидеть и распознать, что укрылось, спряталось и сокрылось в глубине нас. Чтобы с этим мы могли разобраться. Согласно Твоей воле. Амин. Дух Святой, совершай глубинную, глубокую работу в нашей жизни. Снаряди свою экспедицию в глубины нашего естества вместе с нами. Чтобы в Тебе мы нырнули глубоко и увидели, что еще там в этом подсознании, в этих глубоких уровнях нашего естества, сердца. Что там обитает, что там находится, что там живет. Потому что мы знаем, это не просто там находится. Это из глубины имеет влияние на нас. И иногда негативное. И мы хотим с этим разобраться. Чтобы это негативное влияние на нашу жизнь прекратилось. Амин. Дух Святой будет это делать. Некоторые рыбы плавают на поверхности. Их легко различить и легко увидеть. Некоторые рыбы, они одиночки. Они плавают сами по себе. Так и в нас есть определенные такие глубокие помыслы. Которые сами по себе там дрейфуют. В этих подводных течениях. Знаете, есть подводные течения. И внутри нас есть подводные течения. Это глубинные мысли, глубокие мысли. Потому что мысль, она всегда целенаправлена. Как и течение, имеет определенное направление. Эти подводные течения носят внутри нашего естества, чего только они не носят. Некоторые рыбы, они стайные. Они группируются по роду своему. Поэтому так и в нас некоторые мысли, некоторые помышления, некоторые мотивы по роду своему соединяются и группируются внутри нас. Есть рыбы живородящие, их немного. Но в основном рыбы откладывают икру. Как птицы откладывают яйца, рыбы откладывают икру, которая также является яйцами. Эти демонические рыбы могут откладывать икру, чтобы воспроизводить свое определенное потомство. Я не говорю о демонов, воспроизводящих демонов. Я говорю о тьме демонической, воспроизводящей злые, похотливые, демонические мысли. Рыбу в основном ловят. В основном. Тремя способами. Сетями. С помощью крючка. И через определенные ухищрения, определенные ловушки, которые либо заманивают рыбу, она заплывает и не может выплыть и так далее. И мы знаем, что нужна разная приманка для разных рыб. Есть приманка. Когда ты идешь на рыбалку, ты приманиваешь рыбу. И это связано с определенным запахом, который ей нравится. И есть наживка, которую ты помещаешь на крючок, чтобы поймать эту рыбу. И для разных рыб нужна разная наживка, соответственно. Пусть Господь оснастит нас, экипирует нас, выловить этих различных духов тьмы, которые еще скрываются и укрываются. Рыба – это также благословение. И мы посмотрим в конце этого. Помните, что сказано, что если попросим рыбу, отец не даст нам змею или скорпиона. Поэтому Бог даст Святого Духа всякому просящему Него. Поэтому в рыбе есть также благословение. Есть рыбы красивые. И есть рыбы страшные. Так же, как и наши глубокие помыслы. Они есть красиво, а есть такие уродливые, такие страшные. Что мы рады, что другие люди не знают их и не видят их. Вытащи рыбу из воды, из среды ее обитания, и она погибнет. Или порази среду обитания. И это то, что мы сделаем сейчас. И все, что в ней погибнет. Помните, в кровь превратились воды Нила. Вода вас смердила. Бог поразил среду обитания. Для ловли рыбы нужно терпение. Что такое терпение? Это способность, это умение дожидаться. Способность, умение ждать. Так же оно нужно и в духовном хождении. В духовной рыбалке. В духовном выуживании, действии. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью, получить обещанное. Поэтому, если мы в видении видим рыбу, если такая рыба конкретно упоминается в Священном Писании, мы знаем значение и истолкование этого видения лесна. Но если нет, мы смотрим по функциям и характеристикам той или иной рыбы, чтобы, соответственно, молиться и действовать. Один раз у меня был очень необычный, странный и интересный сон. Я был в общественном туалете. И в этом туалете я ловил рыбу. И ловил таких больших, красивых, красных карпов. Когда я проснулся, я подумал, что за чушь, что за ахинея. И в какой-то момент времени, я верю, Господь сказал мне, не хочешь ли ты знать значение этого сна? Я говорю, да. Что такое очищение? Что туалет? Это очищение. Что такое общественная туалет? Это общественное очищение. Ты там ловил рыбу. Рыба была карп. Да, карп это чистая рыба, потому что у ней есть чешуя, она покрыта чешуей. Почему красная? Потому что кровь Иисуса Христа очистила. То есть ты будешь ловить чистое, выуживать чистое, когда ты пройдешь свое очищение. Ну и, соответственно, рыба это пища, мы понимаем. Давайте посмотрим на одно очень интересное местописание. Кстати, кстати, пока я открываю это местописание. Рыба богата фосфором. Фосфор светится. Фосфор связан со светом. Поэтому нам нужно есть определенных рыб. Каких рыб посмотрим. Сейчас. В Евангелии от Иоанна, 21 глава, читаем такое интересное событие, которое произошло в жизни апостолов. Давайте с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тевериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемые близнецами и так далее. И ребята были. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем мы с тобою. Делать пока нечего, идемте ловить рыбу. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Подобный сценарий, который произошел, помните, раньше. В Евангелии. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Видите, рыба это пища, которую нужно поймать. Некоторую пищу надо поймать в духе. Некоторые вещи надо выхватить в духе, поймать. Хорошие вещи. Они сами к тебе не приплывут. Их надо поймать. И он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой этого, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Обилие пищи. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь. Разложенный огонь. И на нем лежащую рыбу и хлеб. Хлеб, пришедший с небес. Это Иисус Христос. А рыба, поджаренная на разложенном огне, также говорит о Иисусе Христе. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. То есть, нам нужно есть рыбу, приготовленную Иисусом. Что есть Его Слово, что есть Его Учение. Также, поджаренное на разложенном огне, на углях Святого Духа. То есть, учение, которое прошло огонь Святого Духа. Чистое учение. Учение Христово. Приготовленное в огне. Огненное учение. Аллелуйя. Которое поджарит. Давайте посмотрим на значение 153 рыбы. И посмотрим двояким способом. Первое. Мы знаем, что каждая буква еврейского алфавита, каждой букве еврейского алфавита, соответствует определенный числовой эквивалент. 153. Буква КУФ соответствует числу 100. Потому что 153 это 100, 50 и 3. 100 соответствует буква КУФ. Что это значит? Это значит солнце на горизонте, полнота, зрелость, конденсация света, задняя часть головы. То есть, в общем, мы можем сказать, что это связано с духовной зрелостью. Также значит полнота. Это связано с духовной зрелостью и полнотой, которая зависит от света солнца. И мы знаем, что Господь наше солнце ищет. Что солнце правда и исцеление в лучах его. То есть, с чем связан этот улов? Полнота и зрелость, зависящие от света солнца правды, кто есть Господь. И также это полнота времени. Полнота времени. Это буква значит. Вторая, 50. 50 это нун. Что это значит? Семя. Наследник, сын. Активность жизни, продолжающаяся в поколениях. То есть, мы видим, что этот улов это семя жизни. Семя сына, которое высвобождает наследие и активность жизненную, продолжающуюся и умножающуюся в поколениях. Напишу здесь умножающиеся. И третья, цифра 3. Гимел. Гимел. Гимел это стопа, это нога. Это значит ходить. Ходить как? В духе. 153 рыбы. Это хождение в духе Божьем, которое подразумевает вхождение в полноту и зрелость, зависящее от света, солнца, праведности Господа Иисуса и также полноту времени и высвобождение семени наследия Сына Божьего, которое высвобождает активность жизни, умножающиеся и продолжающиеся в поколениях. Второй вариант, как мы можем рассмотреть, это отдельно по числу 1, 5, 3. Число 1 это Алиф, что значит верховная сила Отца. Число 5 это Хей, что значит откровение, хвала, вознесение, поклонение. И 3 мы знаем вхождение в духе. Вхождение в духе. Итак, 153, второй вариант, может значить вхождение, хождение в духе посредством верховной силы Отца, высвобождающей откровение его личности, позволяющей нам хвалить и поклоняться ему. А также, если мы соединим 1 плюс 5 плюс 3 1 плюс 5 6 и 6 плюс 3 9 9 это тет это корзина это корзина это значит, что что-то собирать, что-то соединять, что-то принимать вместе, что-то умножать. и содержать, хранить. И вот это все 153. Давайте в заключение помолимся короткой молитвой про возглашение. Господь, мы отрекаемся от всяких рыб тьмы. Мы отрекаемся от всяких мотивов тьмы, помышлений тьмы, намерений тьмы, дьявола, бесов, демонов и греха, которые сокрылись в нас, спрятались в нас, укрылись в нас и которые еще находятся в глубине. Мы просим Тебя, Бог, чтобы Ты поразил среду обитания этой тьмы в нас, эти демонические потоки вод, эту демоническую глубину, эти глубины сатанинские в нас и греховные. И чтобы Ты поразил все, что плавает в них, что не от Тебя, и что умножалась и плодилась там. Дух Святой, пролей свет в глубины тьмы, и высвободи духовные глубинные бомбы. Пусть Дюнамис, это сила Святого Духа взорвется в глубинах нашего естества. и взорвет все прячащее и укрывающееся там, будь то демоническое, греховное, все, что тьмы. И взорвет эти духовные, демонические, греховные помышления и намерения, и сокрытые тайные желания. Пусть придет смерть этим глубоководным бесам и злым помышлением во имя Иисуса Христа, пришедшего из Назарета. Аминь. Будьте благословены, дорогие.